Музыка Бывшего главного управляющего директора Единого расчетно-информационного центра области признали виновной в совершении коррупционного преступления. Суд приговорил Марину Станкевич к трем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком три года. Был удовлетворен и гражданский иск. В пользу Ериц с женщины взыскана компенсация материального вреда. По версии следствия, с августа 2020 года по февраль 2021 года, главный управляющий директора Ериц Владимирской области, не ставив в известность работодателей, издавала приказы о своем ежемесячном премировании. За семь месяцев бывшее должностное лицо присвоило почти 315 тысяч рублей, причинив обществу ущербную указанную сумму. Вину в совершенном преступлении обвиняема не признала. Обанкротить компанию Игоря Другова, которая строит ЖК Дуброво-Парк-2, не удалось. В арбитражном суде Владимирской области завершилось рассмотрение дела по иску Фонда развития территорий компании-застройщика «Интерстрой Владимир». В суде присутствовали дольщики проблемного ЖК, представители прокуратуры, областные чиновники. А вот от Фонда развития территорий на финальное заседание никто не пришел, как и на несколько предыдущих. Представитель Игоря Другова заявляла о готовности застройщика возобновить стройку жилых комплексов в ближайшее время. В суду представили документы о наличии перед фирмой застройщика задолженностей. Якобы после соответствующих выплат Игорь Другов будет готов возобновить строительство жилого комплекса. На итоговом заседании представитель застройщика в суде заявила следующее. Как уже ранее было сказано со стороны и представителями министерства денежных средств, у администрации нет на поддержку дольщиков и денежных средств также нет в Фонде. Поэтому в случае введения процедурного банкротства права дольщиков никак не будут защищены. И застройщик как брал обязательства по достройке, так и поддерживает. Представитель Белого дома на одном из прошлых заседаний действительно сообщала, что в бюджете региона средств на достройку комплекса нет. В случае банкротства застройщика у дольщиков появлялись бы три варианта развития событий. Создание ЖСК с доплатой из собственных средств, привлечение инвестора и выставление объекта на торги с дальнейшим получением компенсаций. На заседании замминистра архитектуры и строительства области ничего нового к позиции областных властей не добавила. Мы поддерживаем ту позицию, которая была изложена ранее. Новых сведений по состоянию на сегодняшний день не имеется. Напомним, компания Игоря Другова не смогла сдать жилые комплексы в срок. Застройщик утверждал, что в связи с пандемией и всеобщим повышением цен у него возникли проблемы. В итоге было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Как ранее сообщал глава надзорного ведомства региона, расследование находится на финальной стадии и в марте оно может быть направлено в суд. Что касается разрешения на строительство 1-4-5 корпусов ЖК Дуброво-Парк-2, администрация города Владимира продлила его до июня 2024 года. Областные власти в течение прошлого года корректировали свою позицию по проблемному ЖК. То хотели отдать фонду сразу, то давали время другому, что называется, показать себя. А в сентябре глава региона заявил, что выплаты – единственное разумное решение для дольщиков. Но через пару месяцев признал, что этот путь уже не будет простым. Авдеев сообщил, что в 2023 году у фонда наметились проблемы с финансированием. Так что в случае банкротства застройщика людям, вероятно, снова пришлось бы ждать. Прокуратура на суде представляла интересы дольщиков и разобралась в юридических нюансах дела. Как отметила представительница надзорного ведомства, по закону признать юридическое лицо банкротом можно, если его задолженность более 300 тысяч рублей. Официально другов столько не задолжал. А вот 6 миллионов, которые фигурировали в разбирательстве, это проценты, которые накапали за неисполнение застройщикам своих обязательств. И они по законодательству не должны учитываться при признании должника банкротом. Кроме того, в настоящее время постановлением правительства 30 сентября 2022 года номер на 1732 продлил он действующий монаторий на начисление и уплату неустоек за просрочку сдачи объекта долевого строительства. С учетом изложенного, поскольку сумма основного долга общественного дата рассмотрения дела составляет менее 300 тысяч рублей, прошу суд отказать. Вовторение требований публичной правовой компании фонд развития территории признания у Тарстана Владимировна несостоятельным банкротом. В итоге суд принял решение прекратить дело и отказать фонду развития территории в удовлетворении иска. Отказать признание общества с ограниченной ответственностью индустрии Владимировна несостоятельным банкротом. Производство по делу прекратить. По словам некоторых дольщиков, Игорь Другов предложил людям вариант доплаты за квадратный метр. Однако не у всех найдутся средства и не все готовы вкладывать дополнительные суммы. Среди строящих квартиры в первом, четвертом, пятом корпусах есть те, кто выступал за банкротство Другова, ожидая компенсации. И те, кто был против, все же надеясь получить свои квартиры поскорее от застройщика. Сложнее всего ситуация с пятым корпусом. Он пока стоит, что называется, в скелете. И то частично. Мы расстроены, потому что, получается, нас обрекли на еще два года ожидания. Потому что строить нас никто не будет. Ситуация у нас самая печальная по нашему корпусу. И единственное, что нам остается, это ждать ближайшие два года, когда снова выйдет вопрос о банкротстве застройщика. Однако среди дольщиков пятого корпуса есть и те, кто обрадовался решению суда. И надеются, что теперь дело сдвинется с мертвой точки. Я из пятого корпуса. А дочь у меня из четвертого. Ее тоже представляю интересы. По решению суда я довольна. Потому что, я думаю, застройщик, он добросовестный. Достроит в этом году и потянет те корпуса. До оплаты, я думаю, не все согласятся. Потому что не у каждого есть. Я думаю, он справится со своими силами. После оглашения решения суда представитель застройщика отказалась от комментариев. Сам Игорь Другов в телефонном разговоре с нами сообщил, что сначала должен встретиться с дольщиками. До этого момента от каких-либо комментариев в публичном пространстве воздержится. Впереди решение вопросов, каким образом будут достраивать корпуса, когда застройщик приступит к работам. Мы продолжим следить за развитием событий. Маргарита Махрова, Руслан Павлухин, 6 канал. Каким будет юго-западный район Владимира? Этот вопрос оказался в центре внимания жителей города, экологов, архитекторов и всех заинтересованных. В областной столице начались общественные обсуждения проекта планировки юго-западного района города. Среднеэтажный жилая застройка, парковки, магазины, культурно-досуговые учреждения и многое другое. Таким видится развитие нового микрорайона проектировщикам. Инфраструктура включает в себя 5 садиков, школу, объект спортивного назначения, спортивный комплекс на 2500 мест, трибун. Дополнительно есть поликлиника, которая также находится в центре этого района. В центре внимания собравшихся оказалась судьба парка «Дружба». Напомним, совсем недавно ряд общественников начал сбор подписей против застройки парковой зоны города. А в интернете появилась соответствующая петиция. Один из жителей города выступил с резкой критикой возможной застройки территории парка. Мы живем в этом городе, у нас растут дети, внуки уже у меня там и так далее. Что мы им оставим? Вы дома строите один на другом. Посмотрите факел. Один дом, второй дом, третий, четвертый. Люди дневного солнечного света не получают даже свои квартиры. Кто проектирует, какие проектировщики? В тюрьму их надо сажать за это. Следующий момент. Вот тут стоят дома. Один, второй, третий, четвертый, пятый. Ну, я служил просто в стратегической авиации. Одна бомба и будет что? Принцип домино. На представленном проектировщиком плане выделены территории парка и лесопарка «Дружба». По уверению властей, именно эти земли не подлежат застройке. Не парк «Дружба», не лесопарк «Дружба». Данным проектом территории, проект проектировки территории, не рассматривался вообще. И все слова, что будет застроен парк «Дружба» и лесопарк «Дружба», это, ну, не соответствует действительности, вообще не соответствует действительности. Но что будет с территорией по соседству? По мнению журналиста и общественника Ивана Ростовцева, данные земли будут застроены. Сейчас эти территории находятся в частной собственности. И в конечном счете парк и лесопарк исчезнут с карты города, считает общественник. 10-15 лет, если мы не остановим сейчас вот эту застройку, весь лугопарк будет застроен, и это станет концом уничтожению парка «Дружба». Ничего строить мы там не дадим. Если там появится строительная техника, она проедет исключительно по телам, по живым телам Владимира. Потому что будем вставать на пути строительной техники, и ничего там, ни одна строительная машинка туда не проедет. Вам это точно не надо, тем более накануне выборов президента. Другой житель решил задаться вопросом, а каким образом эти земли попали в частную собственность. Общественникам даже посоветовали обратиться в прокуратуру. На каком основании эти земли оказались в собственности? Поэтому вы обратитесь хотя бы по этому участку в прокуратуру. Правда, в зале нашлись не только противники планов проектировщиков. Например, один из предпринимателей выступил за представленный проект. Она будет просто не развиваться не просто как дома, там кто-то хочет построить или что-то еще. Нам запланировано строительство уникального спортивного комплекса на 2500 посетителей, который будет идеально, ну прям очень красиво вписан в ландшафт окружающей природы. В мэрии пообещали прислушаться ко всем предложениям и найти золотую середину. По итогам общественных обсуждений будет опубликован протокол, рассказал представитель властей. Этот протокол общественных обсуждений, он будет опубликован. На основании него будет готовиться непосредственно уже постановление либо об отклонении проекта планировки территории, либо об его утверждении. Общественные обсуждения продлятся до 8 марта, рассказали в город администрации. У жителей есть возможность направить свои пожелания по развитию юго-западного района на сайте мэрии в разделе «Землепользование» и «Градостроительная деятельность». Снегопад во Владимирскую область принес атлантический циклон. Сейчас он сместился в сторону Поволжья. Об этом рассказали во Владимирском гидромедцентре. Прохождение теплого фронта вызвало снегопад. На метеостанциях количество выпавшего снега измеряется дважды в сутки. За ночь с понедельника на вторник зафиксировали в среднем 4-5 мм осадков. Днем во вторник выпало около 10-12 мм. В ближайшие дни обильных снегопадов не ожидается. В регионе похолодает. Понижение температуры ожидаем. В четверг дневные минус 6, ночные уже понизятся до минус 10. Все это будет без снега, без осадков. Облачная погода, ветра особого тоже не ожидаем. То есть вот такая подмораживать будет. В пятницу, субботу и воскресенье дневные порядка минус 4 градусов. А ночные, самое холодное мы ожидаем в пятницу. Это где-то минус 12-13 градусов будет. Из опасных природных явлений, которые возникают в такую погоду, как сейчас, гололедица и снежные заносы на дорогах. А еще падение снежных шапок с крыш. Жители Владимиры области просят быть внимательными и осторожными. Коммунальщики города продолжают борьбу со снегом. Судя по информации мэрии, в ночь с 13 на 14 февраля устранять последствия снегопада вышли 45 единиц техники. Во вторник с утра город убирали с помощью 54 единиц техники. 67 рабочих очищали снег вручную. За минувшие сутки из города было вывезено более 3300 кубометров снега. На противогололедную обработку дорог и тротуаров израсходовано 312 кубометров песко-соляной смеси и 0,8 тонны Бионорда. В соцсетях мэрия приложила фотоподтверждение самоотверженной работы коммунальных служб. В комментариях под постом пользователи поделились своими впечатлениями от уборки города. Некоторых владимирцев смутило, что коммунальщики такое большое внимание уделяют очистке площадей. Объясните, пожалуйста, что у нас за социально значимый объект такой? Памятник Фрунзе? Каждый день там чистит снег 8-10 человек. Для кого? Там даже голуби не гуляют. Ни в одном месте города не наблюдал такого скопления рабочих. Перекопский снова весь в снегу. Вдоль детского сада 97-го вообще адище. Институтский городок 11. Проехать к дому можно только на санях. У садиков встать негде, когда этот беспредел закончится. Два раза за зиму чистил трактор. И то чисто для галочки. Если у вас есть претензии к качеству зимней уборки на дорогах и улицах Владимира, об этом можно сообщить в Центр управления городскими дорогами. В управлении ЖКХ администрации города работает горячая линия. Пожаловаться на качество и оперативность уборки придомовых территорий управляющими компаниями можно по телефону 53-26-30 с 8.30 до 17.00. А в нерабочее время и по выходным обращаться нужно в единую городскую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 05 и 53-11-48. За уборку общественных пространств отвечает МКУ благоустройства. Для разных районов Владимира есть свои телефоны для обращений. Паркуйтесь повнимательнее. В компании Т-Плюс проверили охранные зоны тепловых сетей. В внимание попали объекты, находящиеся непосредственно рядом с ними. Как отмечают в организации, они нередко создают помехи в реконструкции и работе трубопроводов. Целостность сетей во многом зависит от внешних факторов. В охранных зонах запрещено размещать стоянки автомобилей, складывать какие-либо предметы, мусор, размещать посторонние конструкции, которые могут помешать как эксплуатации, так и проведению ремонтных работ на оборудовании тепловых сетей. В ходе рейда эксперты компании Т-Плюс заехали на улицу Дзержинского у дома номер 3. Накануне там во время планового осмотра был обнаружен дефект. Ремонтная бригада оперативно приступила к работам по его устранению. Здесь наглядно видно, как нарушение охранной зоны мешает работе энергетиков. Поблизости от теплотрассы оказались мусорные баки, но стоят они не по правилам. На сети, если можем видеть, находится как раз контейнерная площадка, которая находится в охраняемой зоне, в охранной зоне тепловых сетей, у нее и препятствующие производству работы. То есть, если бы нам пришлось менять дальше, то время устранения дефекта и подготовительной работы существенно увеличились бы. На демонтаж данной конструкции и, соответственно, проведение земляных работ. Охранная зона тепловых сетей составляет 3 метра в обе стороны. Энергетики напоминают нарушение этого показателя. Законное основание для жалоб на собственника объекта в надзорные органы. В настоящий момент у нас за последнее время у нас уже выполнено порядка 209 нарушений правил охранных зон тепловых сетей по городу Владимиру. Это парковки, такие либо конструкции, мусорные и контейнерные площадки. В связи с этим мы пишем обращение в администрацию города, обращаемся в ТСЖ, в управляющие компании, для того, чтобы устранить данные нарушения. Иногда дело доходит и до суда. Эфемиды решения в таких случаях выносят в пользу Т-плюс. В организации просят граждан сообщать о нарушениях вблизи теплосетей справочную службу компании. Анастасия Козлова, Александр Агафонов, 6 канал. Депутаты Заксобрания Владимирской области обсудили совместные проекты с Комитетом по науке, образованию и культуре Совета Федерации. 33-й регион представили вице-губернаторы Дмитрий Лызлов и Владимир Куимов, вице-спикер Заксобрания Вячеслав Картухин, а также министр Владимирской области. Одной из тем обсуждения стала подготовка к празднованию тысячелетия Суздаля. Там построят школу на 1200 мест. Заявляется, что проект будет соответствовать требованиям к постройкам в городе музея. К примеру, в учреждении будет всего два этажа. Стоимость работ составит 2 миллиарда рублей. В прошлом году заявку на ее строительство поддержала Минпросвещение, но в федеральный закон она не попала. Заявка у нас наша удовлетворяет всем критериям методических рекомендаций Минстроя России. У нас есть соответствующие поручения писателя правительства. И в этом году мы заново эту заявку будем подавать. И точечно уже сопровождать, и в поддержке сенаторов. Я надеюсь, все-таки мы эту заявку, эту школу построим, я так понимаю, уже к концу 2025 года. На заседании рассмотрели и темпы ремонта областного драмтеатра. Свои двери он откроет в 2023, в год своего 175-го юбилея. Он же станет основной площадкой для празднования юбилея Суздаля. Ремонтировать его начали после крупного пожара в 2020 году. Стоимость работ на сегодня оценивается в 865 миллионов рублей. Из них 761 миллион региональные власти рассчитывают получить из федерального бюджета. Уважаемые сенаторы, мы хотели бы попросить вас поддержать реализацию этого проекта, поскольку это является старейшим учреждением Владимирской области и станет основной площадкой для проведения мероприятий, в том числе с участием президента Российской Федерации. Другим вопросом для обсуждения стало строительство нового хранилища Госархива. Сейчас он находится в четырех зданиях областной столицы общей площадью 4,5 тысячи квадратных метров. Три из четырех объектов не соответствуют нормам содержания старинных документов. Единственный выход – строительство нового хранилища – большой площади с резервом свободного места на ближайшие 50-60 лет. В настоящее время старые здания хранят свыше полутора миллионов архивных дел и исторических источников вплоть до 16 века. 10% документов включены в перечень уникальных документов России. Ежегодно фонды Государственного архива пополняются на 8 тысяч дел постоянного хранения, для размещения которых необходима площадь 80 квадратных метров. Загруженность на сегодняшний момент фонда составляет 95%. Это с учетом того, что часть документов, которые подлежат передаче в Госархив, находятся на постоянном хранении в органах исполнительной власти и не передаются. В Совете Федерации согласились, что озвученные проекты надо реализовать. Совет Федерации относился с пониманием ситуации нашей с одной стороны и, конечно, выразил поддержку в том, что те проекты, которые задуманы во Владимирской области, необходимо реализовать однозначно. Сенаторы также отметили ускоренные темпы развития Владимирской области. Законодательная и исполнительная власти, культурное и педагогическое общество работают вместе, отмечают в областном парламенте. Работа депутатов получила поддержку. Осталось только дождаться реальных действий и результатов. Анастасия Козлова, 6 канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова